Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru И давайте я в этом видео расскажу последние новости об открытии границ Также вообще подробнее по полочкам разложу о ситуации со странами вообще Страны, которые открыли границы для россиян, страны, с которыми открыто авиасообщение Например, страны, с которыми открыто авиасообщение, но они не открыли границы для россиян, кто может получить И наоборот, страны, которые открыли границы для россиян, но не открыты авиасообщения, как туда въехать? Прежде чем смотреть это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, кнопочка «Подписаться» внизу. Здесь я даю самые последние новости, делюсь секретами о самостоятельных путешествиях и жизни за границей, так как самые регулярные путешествия, в том числе и в это время, сейчас был на Кипре, в Египте, в Танзании, в Черногорию собираюсь. Итак, подписались? Давайте, последние новости. Сразу скажу, сначала коротко, список стран, куда можно полететь для отдыха и как туда полететь. Потому что вообще-то российское правительство максимально затрудняет на данный момент отдых в какой-то стране, кроме Крыма, Сочи и Абхазии. Кстати, вот в Абхазию, как вы знаете, сейчас, с 1 мая, после возвращения из каждой страны, надо сдавать два ПЦР-теста. Вот единственная страна, из которой ничего не надо сдавать, это Абхазия. То есть спокойно едете, спокойно возвращаетесь, без всяких ПЦР-тестов, как по России, как по Крыму и Сочи, так же не надо ничего сдавать, и граница сухопутная открыта. Ну так вот, страны, открывшие границы для россиян, их список постоянно пополняются, но Россия открывает авиасообщения со всеми угодно странами почти, кроме популярных туристических направлений, например. Давайте назову страны, которые открыты для россиян, и куда можно полететь, по цене и по возможностям. Допустим, если открыла граница для россиян Греция, Греция выдает шенгенские визы, авиасообщение с Грецией есть, но оно есть в Афине, вам придется писать. Присаживаться в Криты или на Родосы, на популярные курорты уже в самой Греции. Но это классная возможность получить шенгенскую визу, и из Греции можно полететь во многие другие страны шенгенской зоны, так как уже между ними не будет границ. Вы пересекли границу Греции, все официально, можете дальше лететь. Но этот момент уточняйте, например, откуда можно дальше полететь в Грецию, так как пока все-таки не по всей Европе можно полететь. Опять контакты наших специалистов, кто оформляет визу в Грецию, есть под этим видео, и они также проконсультируют, куда можно дальше полететь. Одна из лучших стран для отдыха, на мой взгляд, и вот я сам был на Кипре, как раз видео спав, сможете посмотреть, сейчас загружаю на канал несколько дней. Это Кипр. Кипр открыл границы для россиян официально. На Кипр можно сделать электронную визу. Опять, если вы гражданин России, пожалуйста, обращайтесь, сделаем визу в течение одного рабочего дня. То есть не надо шенгенскую визу, можно онлайн-визу сделать и полететь. Официально авиасообщение России с Кипром не открыто. Но летают грузопассажирские рейсы, то есть в Ларнаку, в Пафос, в Аларнак и Пафос. Это два города крупных, туристических, например, из Ларнаки до города, вообще пять минут ехать. То есть вы прилетели без всяких пересадок, сдали ПЦР-тест, и все, и можете отдыхать на Кипре. Для чего? Что такое вообще, например, официально открытое авиасообщение и грузопассажирские рейсы? То есть официально, если официально авиасообщение не открыто, компании не могут организовывать туры по этим рейсам. Вот сейчас как раз Роспотребнадзор, Ростуризм. Как это, типа, официально авиасообщение не открыто, а с Кипром организуются туры. Туры непорядок, надо это закрыть, чтобы летали в Крым и в Сочи. Но у меня вот знакомые успели полететь по туру прямо на Кипр. Слетали, то есть в Пафос, тоже недавно прилетели, отдохнули. Берете билет, смотрите, ну, просто сейчас, возможно, туры эти закроют эту лазейку. Придется ехать самому, как я езжу я, например. Взять билет, оформить визу, оформить страховку, сдать ПЦР-тест и снять самому жилье на Кипре. Просто туры не будут продаваться. И так, мы выяснили, открыт Кипр, Греция, еще открытая одна страна, это Черногория. И на примере Черногории я расскажу, как полететь в открытую страну, но с которой не разобнуло официальное авиасообщение, через третью страну. Открыта Сербия, летите в Сербию, дальше можете на поезде, можете на самолете, долететь в Черногорию. Например, поезд ходит из Белграда в бар, у меня тоже так знакомый, полетел, поехал в бар, долетел до Сербии, потом поехал на поезде. Либо можете, допустим, взять самолет из Черногории до, ой, из Сербии до Черногории. Либо сейчас летают самолеты в июне в Албанию, долетели до Албании, можете даже там побыть какое-то время. И спокойненько там вообще 100 километров доехать, например, до той же Будвы, от Албании до Будвы. Еще ближе, допустим, до Бара. И вот таким образом те страны, которые открыли границы для россиян, но с которыми не разобнуло официальное авиасообщение, можно поехать транзитом спокойно совершенно через третью страну. Я так, например, летал в Египет транзитом через Стамбул. Пока еще можно было это делать. Вот, в Черногории не нужен ПЦР-тест. Ну вот что самое важное, вот я говорю на сегодняшний день. Ютуб не дает мне перезаписать. Допустим, я говорю, не нужен, власть в Черногории его введут. Поэтому ссылочки на все эти страны, правила въезда в Грецию, на Кипр, в Черногорию, о которых я вам говорю, будут под этим видео. Итак, вот эти три страны можно поехать, европейские страны. Также еще открыла граница официальная для россиян Албании, с ней возоблено сообщение. Можете поехать в эту балканскую страну, попробовать отдохнуть на море. Что делать, как поехать в другие страны Европы, которые закрыли пока официально границы для россиян, которые закрыты. Либо через Грецию, либо оформить, например, в Польшу можно оформить рабочую визу национальную и поехать по ней. Но цена, естественно, будет за такую визу, не как за шенгенскую, в районе 300-400 евро. В Италию, например, можно полететь по приглашению в бизнес, приглашению на лечение. Опять по шенгенской визе можно это оформить, контакты есть под этим видео. Но цена уже будет в районе ближе к 1000 евро. Вот так вот в закрытые страны Европы можно полететь. Кому не хочется это, какие же страны открыты? Многие страны открыли границы для россиян. Ну, например, вот открыт границы, ой, по-прежнему, Египта, но там очень-очень жарко. Вот классная страна, которая открыла границы для россиян. Она их даже не закрывала. ПЦР-тест не нужен. И возоблено официальное сообщение из Москвы прямо в Канкун, в Мексику, на популярный курорт туристический. Можно полететь, например, в Канкун. Можно полететь также на Кубу. Но в чем мне нравится, например, больше Мексика, что на Кубе, например, надо ПЦР-тест сдать до того, как вы полетели. Но вот еще какой важный момент – после. То есть вы прилетели, еще там люди даже отписывают, что, скажем так, система здравоохранения не слишком такая развитая. И у кого-то показывали ложноположительные тесты, потом сажали на карантин, они еще один сдавали, он уже был отрицательным, тогда их выпускали. То есть вот такая опасность. В Мексику ничего не надо. Ни ПЦР-тест. Визу в Мексику можно сделать онлайн в течение так же нескольких часов. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы сделаем вам визу в Мексику. То есть для россиян и украинцев виза в Мексику оформляется онлайн. Можно сделать в течение нескольких часов. А вот еще важный момент. То есть в Мексику открылось прямое авиасообщение, Москва, Конкун, то есть прилетает прямо именно на пляж. Кстати, из этого региона еще открыта Доминикана, но туда нет ни авиасообщения, никаких удобных пересадок, да и просто в Доминикане вот самому ехать неудобно. То есть если в Мексике удобно ездить, например, взял, полетел, и тур уже есть, допустим, и прямое авиасообщение, и раньше можно забронить жилье, то в Доминикану как-то особо просто неудобно добираться. А так это страна также открыта для россиян. Давайте теперь про Европу рассказал. В европейских стран открыла граница Болгария для россиян, то есть, пожалуйста, если через третью страну можно полететь в Болгарию. В Болгарию разрешен въезд по шенгенской визе, но также можно оформить национальную обычную визу в Болгарию, тоже обращайтесь, наши специалисты помогут сделать. Рассказал про страны Латинской Америки, про арабские страны рассказал, то есть, открыто, Египет открыт, Мальдивы открыты, Сейшела открыты для россиян. То есть, можно ехать отдыхать, у кого позволяют финансы. Вот многие ждут о Юго-Восточной Азии, так как и дешево, и очень многие привыкли летать, и сам я зимал, и во Вьетнаме, и в Гуае, и стран Юго-Восточной Азии, официально возобновляю сообщение с Шри-Ланкой. Туристы могут полететь в Шри-Ланку, но сейчас нужно оформлять обязательно электронную визу заранее. Например, раньше можно было сделать в аэропорту. Если нужно, обращайтесь к нам, сделаем электронную визу в Шри-Ланку. Очень все, многие, так же, как я, ждут открытия Гуа Индии. С Индией возобновлено официальное сообщение, это радует, но россияне не могут спокойно по туристической визе, так же, как и другие иностранцы, пока полететь в Гуа, ну и в другие города Индии, штаты. Кто очень соскучился по Индии, делает бизнес-визу, и по ней отправляются летать в Гуа, но, естественно, это выходит в разы дороже, чем обычная туристическая виза. Но хоть какой-то вариант, чтобы туда прийти. То же самое по Бали. На Бали официально поелитеть туристам нельзя, офис сообщение не открыто, но на Бали летят с пересадкой и делают спокойно, ну, делают неспокойно, конечно, а также делают бизнес-визу и летят отдыхать на Бали. Вьетнам пока, хотя объявили об официальном авиасообщении, никого не пускают, кроме там по работе и другим делам. Таиланд, ну, это такая страна, которая, я не знаю, с одной стороны что-то открывает, но туда полететь, всякие карантин, еще что-то напридумывают. Вот лучше посмотреть по ссылочке правил въезда в Таиланд, но пока обычным туристам по нормальным условиям, чтобы как-то туда полететь, делать нечего, там какие-то карантины постоянно, которые все готовится отменить, но никак не отменят. Вот, давайте теперь по странам СНГ. Из стран СНГ возобновлено авиасообщение Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. То есть в эти страны, например, практически во все, кроме Азербайджана и Таджикистана, можно полететь, например, в Армении можно спокойно полететь, в Казахстан можно спокойно полететь. Можно полететь спокойно в Беларусь, также возобновлено железнодорожное сообщение с Беларусью. Можно вообще без всяких виз, за гранпаспортов, ПЦР-тестов, по сухопутной границе ездить туда-обратно в Абхазию россиянам. Ну, например, еще открыта граница Грузии, тоже въезд свободный, сдать ПЦР-тест надо, но авиасообщение с Грузией из России не возобновлено. Можете через третью страну с пересадкой, как я вам говорил, туда полететь, в Грузию. Вот еще важный момент, например, и Беларусь, и Украина открыла граница для россиян. Но чтобы поехать, например, по земле в Украину или в Беларусь, должны быть основания. Например, у вас там близкие родственники, либо еще какие-то основания на машине. Иначе просто не выпустят. Ну, опять, то есть российские пограничники в Украину можно въехать, в Беларусь можно въехать. То есть эти страны никаких препятствий россиянам не чинят. И наоборот, в Азербайджан открытое авиасообщение, но, например, официальным туристам пока въезжать нельзя из России в том числе. Вот такие вот правила въезда, вот такие вот страны. Последние новости об открытии границ с различными странами. Опять вот думают даже европейские страны, например, Испания, Италия, стали возобновлять визы, выдавать туристические, шенгенские в июне у тех, кого они заканчиваются. Но пока официально туда въезжать туристам нельзя, без оснований. Опять следите за новостями. Я под этим видео дам ссылочки на все популярные страны о правилах въезда. Там я публикую все последние новости. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, где я тоже буду говорить, давать все новости о важных изменениях. Ну и записывать видео из тех стран, где я был, например, недавно вернулся, как я говорил, из Египты и на Кипр несколько дней слетал. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.